Всем доброго и замечательного времени суток. Меня зовут Алина, и я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодняшняя тема – это тема косметическая. Я хочу поговорить с вами о тональных основах в основах люксовых, о тех, которыми я пользуюсь сейчас, и о тех, которых я недавно закончила. Поэтому не удивляйтесь, если некоторые баночки будут уже пустыми. Я специально их не выбрасывала для того, чтобы иметь такой большой обзор. Много тональных основ я сразу открытыми не держу, потому что среди всей косметики, именно вот всякие жидкие косметические средства имеют свойства, портятся быстрее. Поэтому и вам я не советую иметь много тональных основ. И первое, о чем я хочу сказать, это сколько тональных основ нужно человеку. Во-первых, нужно понять, какого покрытия вам нужна самая сильная основа. Например, мне нужна максимум среднего покрытия тональной основы. Я не пользуюсь очень плотного покрытия тональными основами. Поэтому мне нужна, по идее, две тональные основы – легкого и среднего покрытия. Кроме того, я не загораю, поэтому мне не нужны разного оттенка. Если вы загораете на пол, то она темнеет своего цвета кожи, то вам нужно купить тональную основу своего цвета и на один тон темней. И таким образом вы сможете регулировать, насколько будет более светлой или более смуглой ваша кожа, благодаря подходящей смеси этих двух тональных основ. Нужно покупать той плотности тональной основы, которая вам максимально нужна. Я покупаю тональную основу средней плотности. И когда нужно легкое покрытие, у меня есть Tinted Moisturizer. Можно сказать, что это такой легкий, оттеночный, увлажняющий крем. У меня жирная кожа, поэтому я еще выбираю такой крем, который будет немножечко регулировать и следить за тем, чтобы кожа не слишком жирнилась. И в моем случае у меня Tinted Moisturizer от Neutrogeny. И у меня он в самом светлом оттенке номер 10. Тональная основа у меня было несколько. Я сейчас поговорю о своем нынешнем фаворите. Тональная основа у меня пока что новая в запасе. Она выходит из производства, поэтому кое-где ее еще можно купить, кое-где уже нельзя. Поэтому я не знаю, всем ли это поможет и все ли смогут ее достать. Называется она Perfect Refining Foundation от Shiseido. И они пишут, что это All Day Flawless Optical Moisture. И действительно она увлажняет, она не жирнит, кожа после нее чувствует себя прекрасно, впору она не забивается. И у нее очень удобная упаковка. Она пластиковая, она очень-очень маленькая и компактная. При этом в ней все те же 30 мл, да, для сравнения вот другой тональной основой. 30 мл, 30 мл, 30 мл. То есть мы видим, что эта основа намного меньше места занимает. Кроме того, что она пластиковая, мы можем не боясь брать ее с собой в путешествия, не думать, что там она разобьется где-нибудь в чемодане и так далее. И у меня это оттенок самый светный, 001, и он называется Very Light Ivory. И это мой абсолютный фаворит на данный момент. На втором месте у меня тональная основа, которая уже закончилась. И я вот сейчас сниму это видео и с легкой душой выброшу от нее баночку, потому что я специально ее сохранила, чтобы вам показать. Это Clorins. Эта тональная основа называется Skin Illusion. В ней SPF тоже есть. Если здесь SPF 15, то здесь SPF 10. И она тоже очень-очень хорошо подходит для моей смешанной кожи. Она не сушит. Она следит за тем, чтобы она все-таки была более-менее матовой и не сильно жирнилась. То есть кожа все равно жирнится. Я не знаю, это тональная основа, у кого смешанная или жирная кожа, будет целый день ходить с тональной основой, и она не будет жирниться вообще. Но да, достаточно хорошо они с этим справляются. Опять-таки, это вот такое вот более-менее между легким и средним покрытием. Если я хочу сделать его легче и повседневнее, то я всегда могу регулировать это смешивая тональную основу с Tinted Moisturizer. Идем дальше. На третьем месте у меня, наверное, тональная основа от NARS. Оттенок Light 01 Siberia. Самый светлый оттенок. И это матовая тональная основа. Тоже ее единственный недостаток. Вот почему она не оказалась на одном уровне с этими основами. Что вот здесь вот есть такой вот дозатор удобный. Тут есть вот такой вот носик удобный. А тут нет ничего. То есть она идет вот так вот. Я очень не люблю, когда тональные основы идут таким образом. Я ее купила, мне было интересно попробовать. И она была на очень большой урок с продажей. То есть она стоила, вместо там около 40 с чем-то долларов, она стоила в районе 15. И я решила, почему бы не попробовать. И тональная основа сама очень мне понравилась. Она, в принципе, хороша, но ее неудобно набирать. То есть как я ее набираю, я беру одноразовую ватную палочку для ушей и засовываю ее в тональную основу. И таким образом я ее извлекаю, потому что она еще достаточно плотная. То есть, как мы видим, вот она не жиденькая. Вот я ее держу, и она ведь не льется. И да, это ее нюанс, который недостаток в производстве, скажем так. А так тональная основа очень-очень неплохая, хорошо выглядит, в поры не забивается. Еще была у меня, тоже закончилась такая вот тональная основа Photo Perfection от Givenchy. И она 25 мл, в отличие от всех предыдущих. То есть как-то вот они отошли от стандарта и зажали 5 мл тональной основы. Что-то на самом деле не так уж мало. И что я могу про нее сказать? 20 SPF это хорошо, но она для более зрелой кожи, для нормальных кожи, может быть, немножечко даже склонна к сухости кожи. То есть для меня она была слишком богата увлажняющими элементами, скажем так. Основа неплохая. Цвет у меня был тоже первый, Perfect Ivory. Она прыщей не делала, но она как-то немножечко, можно сказать, плыла. Или как-то она была все-таки не для смешанной жирной кожи. Она лучше будет на нормальной коже. Вообще неплохая тональная основа, но опять-таки не советую девочкам, у кого смешанная и тем более жирная кожа. Вышла новая тональная основа от Shiseido. Если наносить ее вот само по себе, она достаточно жидкая, она хорошо разносится. Но она вот оседает в порох некрасиво. И если ее, тем не менее, смешивать с Tinted Moisturizer, то этого эффекта нет. Она, вот я пользуюсь ею ежедневно. Допустим, на работу с ней хожу, смешиваю ее вот с этой нутрогеной и так далее. Она, в принципе, неплохая, но только в этом вот сочетании. Сама по себе как единственная основа. И на утро, и на вечер, и без добавления всякого Tinted Moisturizer и так далее. Это не вариант. Как-то вот она, что у меня какие-то огромные поры, да? Но как-то вот она плохо себя повела. И есть еще одна тональная основа, о которой я не сказала, потому что я нечаянно выбросилась под нее упаковку. Это тональная основа от Marc Jacobs. Я уже не говорила о недавних пустых баночках. Я просто на то видео оставлю ссылку, и можно будет про нее послушать. Но у нее была проблема примерно такая же, как и здесь. Тональная основа была неплохая. У нее был очень удобный этот дозатор. Все, единственное, что она для нормальной, может быть, даже немножко склонной к сухой, кожи, или кожи, которая может быть 40-45 лет. Но как-то вот у меня она была слишком интенсивная, слишком богатая увлажняющими элементами. Опять-таки, прыщей она не вызывала ни одна из этих основ. Но вот это и та основа от Marc Jacobs. Они меньше подошли моему типу кожи. В заключении выпуска двумя моими фаворитами являются вот эта вот основа Skin Illusion от Clarins и Shiseido Perfect Refining Foundation. Но она, к сожалению, насколько я знаю, выходит с продажи, и она уже не везде есть. Я надеюсь, что это видео было полезным, приятным и интересным, и помогло как-то немножко сориентироваться в мире тональных основ. Если у вас смешанная или жирная кожа, вы знаете какие-то еще хорошие тональные основы, люксовые или, может быть, даже не люксовые, то напишите мне в комментариях. Я обязательно обращу на них внимание, когда мне нужно будет покупать новую тональную основу. Вот на сегодня, пожалуй, и все. До новых встреч. Ну а пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»